Наш век гордится машинами, которые умеют думать, и подозрительно относятся к людям, которые пытаются. Видео начинается с этой цитаты, господа, потому что, на мой взгляд, это верный знак того, что мужчина будет успешным. Он может думать своей головой. Звучит вроде банально, но скажите, когда в последний раз вы выделяли время на то, чтобы посидеть, скажем, один час или полчаса и подумать? Наверное, давно. Но, когда вам было по 18, вы пошли в универ, после универа на работу, все было уже определено, ваша жизнь, как на кройсконтроле, уже достаточно долго, вы, наверное, даже и не помните. Парни, это то, что вы не можете доверить другим. Вам надо думать о себе самому, потому что, если вы не знаете, куда вы идете, то вы идете по чужой дороге. Следующий признак того, что вы добьетесь успеха в этом году, вы берете полную ответственность за свою жизнь. Как за успехи, так и за неудачи. Когда дело касается успеха, то все на него претендуют. У успеха сотни отцов. А вот во время неудачи слышны лишь сверчки. Это сироты, никто не хочет заявлять о своей неудаче. Наоборот, вину пытаются спихнуть на других людей, и это понятно, потому что это выходит из-под нашего контроля. Когда вы берете ответственность за все, что происходит в вашей жизни, у вас есть силы, чтобы делать, менять и идти по тому пути, который вы сами выбираете. Потому что если это не ваша вина, это не в ваших руках, то вы просто пешки. Судьба вас кидает из стороны в сторону. Нет, не надо попадать в эту ловушку. Вы должны понимать, что у вас есть силы и возможности менять путь, по которому вы идете. Следующий пункт, он достаточно трудный, но для меня лично это так. Это не брать ничего слишком близко к сердцу. Я эмоциональный. Когда я что-то вижу, это может свести меня с ума. И мне приходится с этим работать каждый день, чтобы не воспринимать все слишком близко. Я знаю, что кто-то из вас потерял работу, и вы хотите обвинить в этом босса, что он урод. Может, это и так, но вот что. Отпустите этот негатив. Вы расстались или разводитесь. Кто-то с вами порвал, и они опустошили ваш банковский счет. А вы все еще ненавидите их годы спустя. Этот яд находится глубоко внутри вас. Вам надо найти способ, чтобы двигаться дальше после этих токсичных отношений. Вам надо найти способ простить не только этого человека, но и себя, чтобы вы могли двигаться дальше. Следующий знак, что вы будете успешны, у вас есть комплекс Рокки. О чем это я? Жизнь по вам ударяет и сносит с ног, а вы становитесь обратно. Вы понимаете, что вы будете падать. Вам будет трудно. Это будет больно. Будет много крови. Но я не остановлюсь. Пока я не умру, я буду подниматься и смотреть жизни в лицо, и говорить, это все, что у тебя есть? Лично для меня этот год был, да, с точки зрения бизнеса, не самый лучший. Но знаете что? Я в предвкушении этого года. И следующего года. Я в предвкушении от своего будущего. Глубоко внутри я знаю, что я покажу все, что у меня есть, и я стану еще сильнее в конце. В дополнение к этому я бы хотел, чтобы вы приняли отстой. Мы так выражались в армии, это когда тебе надо делать что-то, чего ты абсолютно не хочешь. Ты бежишь по болоту, и надо пойти вытаскивать лодку, ищут добровольцев. Все лидеры делают шаг вперед и говорят, Нет, я это сделаю. Нет, я это сделаю. Люди чуть ли не дерутся за то, кто пойдет вытаскивать лодку, чтобы все остальные не увязли в болоте. Это лидерство, и это означает принимать отстой. На улице снег, и холодно, и вам не хочется идти на пробежку. Знаете что? Как вы будете себя чувствовать, если вы не пойдете на пробежку? Так вот, запомните, это то, чего вы не хотите, то, чего надо избегать. Иногда достаточно просто начать что-то делать, и вы сразу почувствуете себя лучше от того, что вы делаете это. Говоря о том, чтобы начинать что-то делать, если вы предприимчивый, у вас есть инициатива, вы человек, который делает вещи, вам не надо говорить, что делать. Вы видите проблему, и вы находите решение. Вы видите затык, и вы сразу его разруливаете. Вот такой человек обретет успех. Люди заметят это, особенно в маленькой компании. В большой компании вас повысят. Это то, что в долгосрочной перспективе построит вам карьеру. Кажется, это Марк Твен сказал. В проблему нас загоняет не то, чего мы не знаем, а то, в чем мы уверены, но оно таковым не являлось. Следующий пункт, господа, не стоит предполагать. Потому что когда ты предполагаешь, ты пердишь и лагаешь. И я могу сослаться на Марк Твена. Моя мать мне постоянно это говорила, и мне нравится эта поговорка, потому что каждый раз, когда вы предполагаете, что вы им не понравились, или они поступили плохо, вы принимаете решение на основе эмоций, и у него нет никакой логики. Как насчет того, чтобы спросить у них, например, «У нас есть проблемы в отношениях?» Лучше узнать наверняка, что вы сделали, чем предполагать, что вы где-то накосячили. Делайте шаг назад, слушайте мнения людей, особенно если это умные люди, и ставьте под вопрос ваши предположения, потому что это может быть очень опасно, потому что вы принимаете решение для вашей компании или для ваших отношений на основе того, что вы думаете, что это правда, а это не так. И говоря о решении проблем, вы тот самый парень, который одержим корнем проблем. Что такое корень проблем? Это то самое, в результате чего появляются сотни проблем. Вы не фокусируетесь на симптомах. Вы выделяете время, чтобы подумать и понять, в результате чего появляются проблемы с вашим бизнесом или организацией, что вы хотите достичь. В отношениях, когда вы одержимы, чтобы все разрешить. Например, отношения с мамой или сестрой. На работе вы не хотите просто так сдаваться. Да, у вас был трудный год, но вы хотите определить и найти способ, как повысить показатели. Вы станете героем истории, найдя этот путь. Да, это будет трудно. Да, вы будете терпеть неудачи. Но когда вы сделаете это, то все будут оглядываться назад и смотреть на то, как у вас хватило смелости идти вперед и сталкиваться лицом к лицу с проблемами и делать систематические изменения. Следующий признак того, что вы станете успешным, вы отбрасываете эго и всегда выкладываетесь по максимуму. У меня была такая проблема. Я добился некоторого успеха на YouTube, и когда я выпускал новое видео, то я не сомневался, что оно будет успешным. Потому что я выкладываю видео. Я написал сценарий и придумал идею. Это моя тема, все будет хорошо, у меня миллион подписчиков. Но знаете что? Это видео провалилось. Я не сделал исследование или не подошел к видео с энтузиазмом. Я не привнес креативность, поэтому оно провалилось. В жизни мы часто делаем что-то на автомате. Мы думаем, что за счет нашего опыта 20 лет, или нашего статуса директора, или президента, или какая-то мугодная должность, мы думаем, что это распространится на то, что мы делаем, но мы не справляемся с работой. А нам надо отбросить свое эго, и делать свою работу, доказывая, что мы достойны своего звания каждый день. Следующий признак успеха – это вы находите вдохновение в своей работе. Неважно, чем вы занимаетесь. Есть история о том, когда странник шел и увидел, как три человека работают. Он спросил первого, «Что ты делаешь?» Он ответил, «Я кладу кирпичи». Он спросил второго, «Что ты делаешь?» Он ответил, «Я строю храм». Он спросил третьего человека, «Что ты делаешь?» «Я строю дом Господа». Когда я думаю об этом, то понимаю, что многие, как этот второй парень, еще больше тех, кто как первый, и очень мало кто видит по-настоящему большую картину того, что они делают. Как бы, да, вы можете быть уборщиком или работать на заводе, но что вы на самом деле делаете? Вы работаете над собой? Выкладываетесь ли вы на полную, чтобы создать компанию, которая будет оказывать услуги для вашего окружения? И думаю, в этом можно обрести успех. Думаю, что в любой работе, когда ты вкладываешь себя в дело на все сто, вы стараетесь делать по максимуму и быть лучшей версией себя. Парни, если на этот год вы поставили себе цель стать увереннее в себе, мужественнее, а может даже мускулистее, мы рады представить вам новый проект команды Frontways «Мышление Бульдога». Это канал одного из лучших друзей Антонио Джона Сонмаза. Он расскажет вам все, что необходимо знать для того, чтобы полностью трансформировать свою жизнь внутренне и внешне. На этом канале вы получите техники личностного развития, необходимые для укрепления уверенности в себе. Узнайте, как сбросить вес и привести себя в форму, стать психологически прочным, развить невероятную самодисциплину, прекратить лениться и стать суперпродуктивным, научиться мотивировать себя, стать привлекательнее для противоположного пола и улучшить свое здоровье и физическое состояние, как никогда раньше. Подписывайтесь прямо сейчас. Становитесь бульдогами. Какое видео смотреть дальше, господа, предлагаю вот это. 11 навыков, которыми должен обладать каждый мужчина. Серьезно, если вы этого не умеете, как вы можете называть себя мужчиной? Шучу, я не такой злой. Думаю, не каждому парню пригодится. Так что смотрите это видео. Субтитры сделал DimaTorzok